Это уникальные кадры с парада, который прошел в Берлине 9 мая 1955 года. Он был приурочен к десятилетию победы над нацизмом. Нашу делегацию тогда возглавлял маршал Советского Союза Георгий Жуков. Но несмотря на окончание войны с гитлеровской Германией, говорить о спокойном мирном существовании тогда было нельзя. После окончания Второй мировой войны и объявления холодной войны с Советскому Союзу, стал вопрос о том, что, в общем-то, НАТО готовится к боевым действиям. За неделю до парада в Берлине 1955 года над головами ничего не подозревающих советских граждан в Киеве, Ленинграде и других городах появились натовские самолеты-разведчики. Цинизм ситуации был еще в том, что в СССР проходили первомайские демонстрации. Но отечественные системы противовоздушной обороны того времени не могли ничего сделать с нарушителями. А летали они группами, причем проникали глубоко на нашу территорию. И, как правило, летели над Советским Союзом два, ну, максимум четыре часа. Залетали, куда было нужно, и улетали. Но чем, поскольку не было противодействия, они становились все разнузданнее и разнузданнее. И полеты были все больше, длиннее и длиннее. Этих наглецов надо учить. И учить кулаками. Пусть только попробуют еще раз сунуть судонос. Вот так с возмущением кричал Никита Хрущев после того, как 9 апреля 1960 года американский разведчик У-2 в очередной раз пролетел над нашим ядерным полигоном близ Семипалатинска и ракетным полигоном Тюратам. В биографической книге Хрущев американского историка и политолога Таубмана часто говорится о том, что самолеты-шпионы превратились для Хрущева в навязчивую идею. Ну, а как иначе? С 1945 года Соединенные Штаты Америки чуть ли не ежегодно разрабатывали планы ядерной бомбардировки Советского Союза. Немыслимая, Тоталити, Чариотир, Флитвуд. До широкой общественности эта информация дошла лишь во времена перестройки, когда с части документов были сняты грифы секретности. Так, например, план Дропшот 1949 года превосходил все предыдущие по масштабу. Штаты планировали сбросить 300 ядерных и 29 тысяч фугасных бомб, уничтожить 85% промышленного потенциала СССР. Как противостоять этой угрозе? Как защитить от уничтожения десятки миллионов мирных граждан? Было принято решение срочно приступить к разработке зенитно-ракетных комплексов. В резиденции первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на Ленинских горах раздался телефонный звонок. Министр обороны Родион Малиновский разбудил Хрущева, чтобы сообщить ему срочную новость. 20 минут назад на экранах советских радаров появился неизвестный самолет-нарушитель. Он пересек границу СССР и движется к секретным объектам в Казахстане. Хрущев немедленно отдал приказ уничтожить нарушителя любой ценой. Американские и британские самолеты уже с конца 40-х годов проводили разведывательные полеты над территорией СССР. И когда американцы стали летать, как правило, полигоны наши интересовали в Казахстане в первую очередь. Ну, определенные позиционные районы ракет, аэродромы бомбардировщиков, они стали получать много информации и понеслось. То есть большой объем новой информации вызывал соблазн летать все больше и больше. Основными нарушителями воздушного пространства Советского Союза в 50-х годах прошлого столетия были аэростаты-шпионы, которые доставляли фотокамеры. Одна из них представлена в нашем музее. В день независимости США 1956 года в советское пространство впервые вторгся новый американский разведчик У-2. Он беспрепятственно провел фотосъемку важнейших стратегических объектов СССР. И несколько лет этот самолет считался неуязвимым для средств ПВО Советского Союза. Благодаря этим полетам ЦРУ смогло узнать месторасположение наших военных аэродромов, испытательных полигонов, предприятий военно-промышленного комплекса, что наносило, конечно же, огромный урон национальной безопасности нашего государства. Опыт Великой Отечественной войны показал, что для того, чтобы уничтожить один самолет, в среднем уходило несколько тысяч снарядов. А для того, чтобы сбить реактивный самолет, нужно было использовать несколько десятков тысяч снарядов. То есть это было, в общем-то, само по себе нереально. Стало понятно, что без зенитно-ракетных комплексов не обойтись. Но американские самолеты могли не только совершать разведывательные полеты над нашей территорией. Советское руководство всерьез опасалось ядерных бомбардировок со стороны Запада. Так, еще в 1949 году в США был разработан план «Дропшот», согласно которому планировалось сбросить бомбы на советские населенные пункты и объекты военного назначения. Вот почему, когда утром 1 мая 1960 года Хрущеву сообщили, что самолет-разведчик пересек границу СССР, первый секретарь ЦК КПСС приказал любой ценой остановить его продвижение. Вообще это был потрясающий день, 1 мая 1960 года. Парад на Красной площади, все руководство страны находится на мавзолее. И, соответственно, боялись, что этот самолет несет ядерную бомбу. Если эта атомная бомба будет сброшена в центр Москвы, то погибает все руководство Советского Союза. Ну и плюс, в общем-то, из столицы наносится колоссальнейший ущерб. Высшее руководство над планом по защите столицы начало работать еще в 1950 году. Так, по приказу Иосифа Сталина, было создано конструкторское бюро КБ-1, где советские специалисты в кратчайшие сроки должны были разработать первую стационарную зенитно-ракетную систему ПВО. Она получила название «Беркут-С-25». Вот 9 августа Сталин ставит свою подпись «ЗА» с поправками. Лавритов Палч-Берия спустя несколько дней пишет, что все необходимые поправки внесены своей рукой. И, согласно этому постановлению, начинается разработка проекта «Беркут». Главными конструкторами системы решено было, что будут генерал-майор инженерной службы госбезопасности Куксенко, и подполковник Сергей Лавритович Берия. Конструктором ракеты назначается Лавочкин, генеральный конструктор. И работа пошла. В КБ-1 направили лучших специалистов со всей страны. Среди них был и 42-летний Александр Расплетин. Еще в 30-е годы Расплетин принимал участие в разработке первых отечественных телевизоров. А когда началась Великая Отечественная война, он принимал участие в обороне Ленинграда. Под его руководством создавались войсковые радиостанции. Зимой 1941-1942 годов, самой страшной в истории блокады Ленинграда, от голода умерли мама и жена Александра Расплетина. Его самого, еле живого, с дистрофией эвакуировали в Красноярск. После войны Расплетин возглавил разработку наземной радиолокационной станции для сухопутных войск. От ракетной тематики Расплетин был совершенно далек. Между тем, работу над новым видом вооружений высшее руководство доверило именно ему. В 50-м году в КБ-1 Расплетин становится заместителем главного конструктора и начальником радиолокационного отдела. Он создавал оружие обороны. Человек, который выдержал блокаду Ленинграда, бомбардировки Ленинграда и все прочее. Он в то же время понимал, что злу надо сопротивляться силой. Это в нем было заложено. У него как раз моральные соображения были... Он считал это вполне оправданным, создавать оружие обороны. 1 мая 1960 года, Казахстан, 8-0-0. Американский самолет-разведчик У-2 беспрепятственно произвел фотосъемку полигона Тюратам. Следующей целью был Челябинск-40, где в то время находился завод по производству оружейного плутония. За штурвалом самолета У-2 находился пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс. В течение нескольких лет ЦРУ готовило его к работе именно на высотных самолетах У-2. К маю 1960 года Пауэрс уже не раз совершал разведывательные полеты над территорией СССР. Итак, его самолет поднимается с авиабазы Пешавар в Пакистане и движется по маршруту Аральское море, Челябинск, Свердловск, ныне Екатеринбург, Киров, Архангельск, Мурманск и совершает посадку на аэродроме в Норвегии. Впоследствии стало известно, что эта операция называлась «Большой взлом» и была разработана ЦРУ по личному приказу президента США Эзенхауэра. Ее целью было получить информацию о новых советских аэродромах, военных базах. Но в США не знали, что в СССР уже 10 лет ведутся работы над созданием зенитно-ракетных комплексов, первым из которых стал «Беркут-С-25». Для защиты столицы предполагалось создать два кольца стационарных зенитно-ракетных комплексов, или сокращенно ЗРК, радиусом 50 и 90 километров от центра города. Если у вас есть радиолокатор, есть у вас ракета противовоздушной обороны, как одна параборическая тарелка у вас следит за целью, получив цель и указание, захватил ее, сопровождает, счетно-решающее устройство вычисляет точку встречи, посылается ракета, и второй локатор ведет ракету к точке встречи. Итого у вас получается на одну цель два локатора. Но если у вас летит на Москву тысяча самолетов, значит, нужно две тысячи локаторов. Вокруг Берлина была противовоздушная оборона на огромных бетонных башнях. Ну, представьте себе, собственно говоря, два кольца пирамид Хеопса, плечом к плечу, стоят вокруг Москвы. Как согласовать работу невозможно. В КБ-1 работа над проектом системы наведения ракет С-25 велась двумя коллективами. Один состоял из советских специалистов, а второй из немецких конструкторов. О том, что буквально за стенкой работают немцы, Расплетин узнал лишь спустя полгода, когда представил свой проект. Это была рациональная система передачи сигналов на ракеты одновременно по 20 целям с использованием только одной радиостанции. Однако руководство КБ навязало другое решение. Использовать 20 радиостанций, что вообще-то было и дороже, и сложнее. Но такой вариант предложила немецкая группа. Дело в том, что еще во время войны немцы уже трудились над созданием зенитно-ракетных комплексов. Но закончить проект не успели. В 1945 году часть этих специалистов Третьего рейха вывезли в СССР, чтобы они работали на нас. И руководство считало, что немцы обладают большим опытом в сравнении с советскими конструкторами. Значительная часть систем была предложена немцами и внедрена. Но самое главное, были внедрены так называемые кварцевые генераторы, которые определяли частоты. Это была дорогостоящая и очень капризная вещь. Наши разработчики выступали категорически против. Немцы настояли и руководство КБ, КБ-1 прислушалось к немецкой точке зрения. Хотя потом, когда уже КБ возглавит Расплетин, проведена будет модернизация системы, от этих генераторов откажется. Александр Расплетин придумал схему, при которой один локатор мог вести одновременно сразу 20 целей. Это была совершенно новаторская концепция, не имеющая аналогов в мире. Идея какая? Вся аппаратура накрывается бетонным колпаком, перед ним ставятся две антенны, азимутальные и угломестные. На одной оси шесть параболических сегментов. Каждый сегмент создает не карандашный луч, как параболическая тарелка, а вея раствором 60 градусов, толщиной полградуса. На одной оси вот эти шесть сегментов непрерывно вращаются, сканируют пространство, получается как кусок сыра. И оказывается, что такой локатор вполне может обеспечить и наведение ракет, и сопровождение целей. Вместо нескольких тысяч локаторов хватит, если поставить шагом 16-17 километров вокруг Москвы, хватит внутреннее кольцо 22, внешнее 34, всего 56. На сегодняшний день не американский Патриот, даже наши С-400 обстреливают 10-12, а американский Патриот-8. Вот эта схема, которая была предложена тогда разработчиками, позволяла обстрелять одновременно 20 целей. То есть на сегодняшний день даже никто подобного создать не может. Одновременно с радиолокаторами велась разработка ракеты для будущего зенитного комплекса. Ракетой занималось бюро конструктора Семена Лавочкина. Но задача эта казалась непростой, поскольку до этого бюро делало только самолеты. Главная проблема у Лавочкина, с которым столкнулся для 25-й системы, было положено сделать ракету массой однотонно, а через месяц товарищ Лавочкин предложил проект ракеты на 4 тонны. Естественно, тут же все ошалели слегка. Как же так, как сказал товарищ Берия, и передайте этому лавочнику, что мы его посадим вместе с Лавочкиным. Была создана комиссия, которая подтвердила, что все расчеты верны, меньше ракета весить не может. Начали собирать первые прототипы ракет и проводить испытания. Однако опыта изготовления такой сложной техники еще не было. Например, в ракете предусматривался бак для сжатого воздуха под давлением несколько сотен атмосфер. Его сварить даже для обычных наземных условий – это сложная задача. При перегрузках швы таких баков давали течь. И во время испытаний начались аварии. Руководство сначала грозило уволить Лавочкина, но затем решил и дать ему в помощь Петра Дмитриевича Грушина. Во время войны Грушин обеспечивал серийный выпуск истребителей Лавочкина Ла-5 и Ла-7. Затем работал в спецкомитете по реактивной технике. Там занимались решением всех проблем, которые возникали при создании первых советских ракет. Петр Дмитриевич Грушин был одним из тех специалистов, которые помогали вот эту работу проталкивать. И с заводом договориться правильно, и обеспечить своевременные поставки, и обеспечить создание необходимых материалов. Но работа для Грушина оказалась, он все-таки стремился больше к живой конструкторской работе. Мечтой Грушина было создавать самолеты. Но летом 1951 года его направили в бюро Лавочкина, назначив первым заместителем главного конструктора. В сжатые сроки Грушин должен был помочь Лавочкину в работе над ракетой В-300 для ЗРК С-25. Многие его знали еще с довоенных времен. И потом все, в принципе, понимали, что этот человек действительно такой, который в состоянии работать, скажем так, в такой большой команде. То есть не будет на себя перетягивать все, что только возможно. Он был готов работать в большой команде на нашу страну. Как это была такая фраза «Думай о родине, а потом о себе». Или «Жила бы страна родная, и нету других забот». То есть вот это были одни девизы вот этого человека. Благодаря участию Грушина ракета была быстро доработана. 2 ноября 1952 года на полигоне Капустин-Яр состоялся ее первый пуск вместе с радиолокационной системой. За испытаниями наблюдали и Александр Расплетин, и Семен Лавочкин. Каждый со своей группой специалистов. Ракета взлетела штатно и уверенно взяла курс на цель. Лавочкин был просто в восторге. Когда стартовала ракета, система ее схватила и повела. И Лавочкин махал этим кулаком, говорит, как она ее взяла, как она ее ведет. После того, как все стало понятно, что все удачно, Лавочкин снял шляпу, кланялся картинно Расплетину. Но Расплетин тоже раскланивался. Они вообще друг к другу относились очень доброжелательно. После первых успешных испытаний Лавочкин уехал в Москву, а Расплетин и Грушин остались на полигоне и продолжали работать над комплексом С-25. В один из дней, когда на полигоне был выходной, военные организовали для конструкторов из КБ-1 и ракетчиков небольшую поездку по округе. Прогуливаясь вдоль реки Ахтуба, они вышли к Бачагам. Ну, это такие небольшие озерца-лужи, которые после разливов Волги оставались в складках местности. Андрей Расплетин был заядлым рыбаком и решил пошутить. Взял ивовый пруд, соорудил что-то типа удочки и закинул в один из этих Бачагов. Военные, увидев, что конструктор сосредоточенно ловит рыбу в лужи, на секунду опешили. Понимая, какое безумное напряжение царит на полигоне во время испытаний, они вполне допускали, что у кого-то из специалистов могут сдать нервы. Но, заметив, как коллеги Расплетина прячут улыбки, поняли, что тот шутит. Тогда они решили всех порадовать. Съездили в ближайший поселок, купили судаков и сварили уху прямо на берегу. Был ли в этой поездке Петр Грушин, доподлинно неизвестно. В отличие от Расплетина, он был человеком совершенно другого склада. Замкнутый, молчаливый и крайне требовательный к своим подчиненным. Такой расслабленной обстановки, как у сотрудников КБ, среди ракетчиков Грушина не было. Молодым специалистам объясняли, что надо быть внимательным, аккуратным и готовиться к испытаниям с чувством ответственности, потому что стоимость пуска одной ракеты – это стоимость одного трехэтажного жилого дома. 1 мая 1960 года, Свердловск, 8.30. Местное командование ПВО доложило в Москву, что американский разведчик достиг Свердловска. Было приказано немедленно поднять в воздух высотный перехватчик Су-9. Начались попытки сначала сбить его с помощью истребителей, при том использовались разнообразные модели. Перегоняли два Су-9. И за счет того, что Су-9 на форсаже мог допрыгнуть до 20 тысяч, сбить этот самолет струей двигателя. Так летчик решил. Но в связи с тем, что с пунктом наведения ему указали неправильную высоту, он когда прыгнул, самолета там не обнаружил. А поскольку топлива было ограниченное количество, Су-9 сел. Следом за Су-9 на перехват американского разведчика поднялись два МиГ-19. Один вел пилот Борис Айвазян, второй Сергей Сафронов. Но появление советских самолетов У-2 никак не угрожало. Максимальный потолок полета в МиГ-19 даже на форсаже – это 17,5, ну, может быть, 18 километров. В то время как американский У-2 летел на высоте свыше 20 километров. ЦРУ проложило маршрут для самолета-шпиона таким образом, где небо, как они считали, что там нет зенитно-ракетных дивизионов. А мы все время совершенствовали систему ПВО, и дивизион появился. 7 мая 1955 года первая отечественная зенитно-ракетная система С-25 была принята на вооружение. И военные части в московской и соседних областях начали оснащать новой системой. То есть окно возможностей было закрыто для нанесения удара по Москве. Но по всей стране делать такие капитальные сооружения невозможно, потому что вот этот сам радиолокатор с такими антеннами, достаточно массивными, которые к тому же вращаются с большой скоростью, перевозить их невозможно. Одна установка системы С-25 позволяла одновременно вести огонь по 20 целям. Но она была стационарной. Вероятность того, что самолеты-нарушители пролетят в зоне ее поражения, была крайне мала. Обсуждался вариант установки С-25 на железнодорожные платформы. Но это было сложно и дорого. Да и погрузить все оборудование С-25 на автоприцепы было вообще практически невозможно. Требовалось создать совершенно новый мобильный зенитно-ракетный комплекс, который можно перевозить на автотранспорте. Задача для конструкторов была крайне сложной. Требовалось разместить на нескольких автоприцепах то, что пока занимало целый эшелон. Нужно было чем-то жертвовать. Параллельно конструкторское бюро ОКБ-2 занялось разработкой ракеты для нового комплекса. ОКБ-2 создали специально под эту задачу. Возглавил его Петр Грушин. Новый комплекс получил обозначение С-75 «Двина», а ракета В-750. Система С-75 должна была поражать цели, летящие со скоростью 1500 км в час на высотах от 3 до 20 км. Для радиолокатора выбрали новый 6-сантиметровый диапазон длин волн. Он позволял более точно определять угловые координаты цели и ракеты. Так как новый ЗРК проектировали как передвижной, то и вес ракеты необходимо было уменьшить с 4 тонн до 2. В ОКБ-2 «Грушина» нашли только одно решение этой задачи – сделать ракету двухступенчатой. Двуступенчатая компоновка позволила изначально достичь необходимой дальности, достичь необходимой высоты и, соответственно, вписаться примерно в 2 тонны. Примерно, потому что крайне сложно было попасть с первого раза в эти 2 тонны. Конечно, поначалу эта ракета весила чуть-чуть больше, но всего лишь чуть-чуть. То есть не было критично уже для создаваемой системы. Ракета В-750, которую разработали ВКБ-2 «Грушина» для С-75, в отличие от ракеты для С-25, была двухступенчатой. Первая ступень представляла собой пороховой ускоритель, а вторая оснащалась маршевым жидкостным двигателем, который и доводил ракету до цели. Но возникла проблема. Когда запускать маршевый двигатель? Если последовательно за ускорителем, тот, отсоединившись, мог догнать ракету и сбить ее с курса. Как решить технически, просто, изящно и как можно более легко и надежно запуск двигателя маршевой ступени? Ведь это оказалось нетривиальной задачей. Этому двигателю надо дать какую-то команду. И сегодня до сих пор можно, когда глядеть на маршевую ступень, увидеть, зачем-то там две таких полоски металлических. А это, на самом деле, магниевый сплав. Когда запускается ЖРД еще при работе стартового двигателя, он сжигает эти магниевые ленты, и, соответственно, у вас высвобождаются элементы вот этого крепления. И дальше уже у ракеты появляется достаточный уровень тяги, и уже ускоритель догнать ее не может. Казалось бы, такая простая вещь, но к этому надо было тоже еще прийти. В декабре 1957 года на вооружение был принят упрощенный вариант комплекса СРК под названием СА-75 Двина. Упрощенный, потому что высшее руководство терапило конструкторов со сроками. Иностранные самолеты-разведчики стали все чаще нарушать воздушное пространство СССР. Именно поэтому Расплетин предложил временную альтернативу – выпустить упрощенный вариант С-75 с диапазоном длин волн 10 сантиметров вместо 6. Он и получил название СА-75 Двина. А уже через два года, в мае 1959 года, на вооружение был принят, собственно, С-75 с индексом Десна. За разработку комплекса Александр Расплетин получил персональную ленинскую премию. Насколько мне известно, вот всю или не всю премию, которую персонально он ленинскую получил за С-75, он отдал, по-моему, фонд мира, кажется. Вообще он был не то что… С одной стороны, он не был вовсе без Сребренников, но в то время человек был очень щедрый. Он был человек очень увлеченный делом. Петру Грушину присвоили звание Героя Социалистического Труда, а ОКБ-2 наградили Орденом Ленина. 1 мая 1960 года, 8.53, Свердловская область. Паурс вел самолет с заданным курсом в сторону следующей контрольной точки – города Кирова. Когда на высоте 20 километров 700 метров, позади него раздался взрыв. И У-2 начал буквально разваливаться в воздухе. Первую ракету по самолету выпустил дивизион 37-й ракетно-зенитной бригады, но цель была уже вне зоны поражения. Зато самолет Паурса оказался в пределах действия ракет 2-го дивизиона 57-й бригады. Из трех выпущенных ракет в У-2 попала лишь одна. Это отчасти спасло Паурсу жизнь, потому что если бы три ракеты его бы настигли, конечно, он 100% погиб. Катапультироваться Паурс не смог. Его зажало между креслом и приборной панелью. Примерно на высоте 4 километров Паурс смог выбраться из кабины, парашют открылся автоматически. Из-за перегрузок, как он рассказывал, он не смог включить тумблер на самоликвидации. В результате вся разведывательная информация, которая была накоплена в самолете, плюс электроника, это лампы бегущей волны, это система постановки помех, которые нашим истребителям и так далее, все почти целым досталось потом нашей промышленности. Мы это все изучали, внедряли. И, конечно, после того, как самолет Паурса был уничтожен, мы сделали колоссальнейший рывок в области технологий. В нашем музее представлены обломки самолета «Локхит-У-2». Мы с вами видим кресло, в котором находился во время полета летчик Пауэрс. Над обломками самолета представлена ракета зенитно-ракетного комплекса С-75. Именно такой ракетой и был сбит 1 мая 1960 года самолет «Локхит-У-2». Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев о том, что американский разведчик сбит, узнал прямо во время парада на Красной площади. На глазах у всех маршал Сергей Бирюзов, командующий ПВО, прошел к Хрущеву на трибун. Микрофон не уловил всего разговора маршала и Никиты Сергеевича, однако вся площадь услышала, как Хрущев воскликнул «Отлично сработано!». Вождю не сразу сообщили, что во время атаки на американский разведчик погиб советский летчик Сергей Сафронов. Самолет Сафронова по ошибке был сбит ракетой ПВО, предназначенной для Пауэрса. Здесь же в экспозиции мы видим личные вещи, фотографию и документы старшего лейтенанта Сергея Ивановича Сафронова, который, к сожалению, погиб при попытке перехватить самолет У-2. 3 мая 1960 года США заявили об исчезновении самолета У-2, который якобы проводил в воздушном пространстве Турции исследование атмосферы. В ответ на это 5 мая Никита Хрущев на заседании Верховного Совета заявил, что советские войска ПВО сбили американский самолет-шпион. Но Хрущев умолчал, что пилот остался жив и дает показания. Уже на следующий день американцы сообщили, что пилот У-2 из-за кислородного голодания потерял сознание, и самолет, лишившись управления, случайно долетел до Урала. Журналистам даже представили фотографии одного из У-2, который был раскрашен в цвета флага Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Но мировой общественности интересовали совсем другие фотографии. В советских газетах опубликовали обломки американского самолета У-2, шпионскую аппаратуру, а затем и фото самого пилота Гэри Пауэрса. Ну, конечно, разразился скандал. И это накануне международного саммита в Париже, где главы СССР и США планировали обсудить предложенный президентом Эйзенхауэром проект договора по открытому небу. В августе того же года состоялся суд. Пауэрс был приговорен к 10 годам лишения свободы. Но уже 10 февраля 1962 года был произведен так называемый обмен века. Пауэрс был обменен на нашего нелегала, разведчика Рудольфа Ивановича Абеля. С-75 стал первым в мире комплексом, принявшим участие в реальных боевых действиях. В середине 60-х годов во Вьетнам прибыли советские ЗРК, где с 1955 года шел военный конфликт между сторонниками Северного и Южного Вьетнама. Северный Вьетнам поддерживали Советский Союз, Китай и другие страны. А Южный Вьетнам – Соединенные Штаты Америки и их союзники. Есть разные данные. Где-то, говорится, в 900 самолетах. Есть данные более 1100 самолетов. Я все-таки сторонник более 1100 самолетов. Было сбито именно комплексом С-75. С комплекса С-75 был сбит в небе над Ханоем известный сенатор русофоб Маккин. Тогда он был летчиком военной авиации. И он упал в пруд посередине Ханоя, а потом долго сидел в бамбуковой клетке. К концу войны на Вьетнамской земле появился новый ракетный комплекс С-125, также оснащенный ракетами, созданными в КБ Петра Грушина. С 1966 года это конструкторское бюро «Факел». В конце 60-х годов под руководством Грушина были разработаны зенитные управляемые ракеты для системы С-300, которые и сегодня стоят на вооружении нашей страны. В системах ПВО Россия опережает, особенно после создания С-400, ну не навсегда, но, по крайней мере, достаточно надолго, даже Соединенные Штаты. Потому что система «Петриот», даже по сравнению с последними модификациями С-300, мягко говоря, ну, не впечатляет. Петр Дмитриевич Грушин прожил почти 88 лет. 40 из них было отдано КБ «Факел», ставшему под его руководством одним из ведущих ракетных предприятий мира. Но широкой общественности Грушин долгое время оставался неизвестен. Информация о нем была засекречена вплоть до самой смерти конструктора в 1993 году. Александр Андреевич Расплетин ушел из жизни в 1967 году. Ему было всего 58 лет. Он успел принять участие в создании ЗРК С-125, С-200, а также именно Расплетин запустил работу над нашим легендарным зенитно-ракетным комплексом С-300. Сегодня будущее отечественной противовоздушной обороны связано с зенитной ракетной системой С-500 «Прометей». ЗРК С-500 «Прометей» способен уничтожить не только самолеты, но даже гиперзвуковые ракеты и космические аппараты на околоземных орбитах. Его радар способен видеть цели в ближнем космосе на дальности до 2000 километров, а ракеты сбивать их на высоте в 200 километров. Такие возможности ЗРК позволяют надежно охранять рубежи нашей страны. В 1964 году на советские экраны вышел художественный фильм «Ключи от неба», где действие происходит в ракетном дивизионе и показан реальный зенитный ракетный комплекс С-75 «Десна». С легкой руки создатели этого фильма «Ключами от неба» стали называть все отечественные ЗРК. Вообще-то я никогда не думал, что времена Холодной войны, когда лидеры западных стран угрожали нам ядерными ударами, снова вернутся. К счастью, у нас есть «Ключи от неба». Почти 70 лет назад нам их вручили выдающиеся конструкторы-зенитчики Александр Расплетин и Петр Грушин. Редактор субтитров А.Семкин